Всем привет! Сегодня готовлю тыквенный сок. Рецепт простой, очень вкусный. Итак, беру тыкву. Это сорт неаполитанский мускат. У меня есть на канале небольшой видеообзор на этот сорт. Я оставлю ссылку в инфобоксе. Зайдите, посмотрите. Почистила, порезала на небольшие кусочки и теперь поставлю на плиту, чтобы она уварилась до мягкого состояния. И чтобы для начала она не пригорела, я добавлю 200 грамм воды. Тыква сочная, поэтому она выделит сок и будет увариваться в собственном соку. Огонь на плите должен быть маленьким. Ну а пока тыква будет увариваться, это займет по времени 30-40 минут. Я почищу апельсины и пропущу их через соковыжималку. Апельсиновый сок готов. Эта кружка объемом 380 грамм. Смотрите сами. Апельсины бывают разные. Есть толстокоры, менее сочные. Поэтому по количеству берите так, чтобы в итоге чистого сока у вас получилось около 400 грамм. Затем я беру небольшой лимон. Мне понадобится половинка всего лишь, но я буду смотреть по вкусу. Если что, добавлю. И выжимаю сок. Также мне понадобится домашний яблочный сок. Это для того, чтобы развести тыквенное пюре до нужной мне густоты. Но сок у меня закончился, поэтому буду использовать домашний яблочный компот. Он у меня концентрированный. Яблок здесь больше, чем полбанки. В обычных рецептах показывают, что тыквенное пюре разводят водой. Но я этого не делаю. Разбавляю именно яблочным соком. Я считаю, что это получается намного вкуснее. Понадобится мне около 1 литра, но я буду смотреть и выводить определенную густоту, которая мне нравится. Когда идет подготовительный процесс, не забывайте помешивать тыкву. Она выделила уже большое количество сока. Смотрите сами. Если мякоть у тыквы суховата, добавьте еще немножко воды, чтобы она не пригорела и тушилась. Я этого делать не буду, потому что сорт неаполитанский мускат очень сочный. Для тыквенного сока я буду использовать стеклянные бутылки. Они идут для длительного хранения. Это объем 1 литр. Это объем пол-литра. Очень удобно взять с собой в машину, в дорогу. И винтовые крышки. Обязательно вся посуда должна быть стерилизована. Итак, тыква готова. Смотрите, та часть тыквы, где находились семена, как хорошо разварилась. Но это кусочки, они уже мягкие. Именно до такого состояния нужно довести тыкву. Выключаем газ и превращаем тыкву в пюре. Пюре я делаю в блендере с чашей. Можно сделать это погружным, только аккуратно, потому что тыква горячая. Я это делаю на программе смузи. Все, я уже поколдовала, вывела идеальный вкус. На 5 литров тыквенного сока я добавила сок одного небольшого лимона. Два апельсина. Это 380 мл чистого сока апельсина. И 150 г сахара. И 750 мл яблочного компота. Густота отличная и не жидкая, и не густой. Теперь ставим на плиту после закипания 5 минут и разливаем по бутылкам стерилизованным. Итак, прошло 5 минут после закипания. Я тыквенный сок разливаю по бутылкам. Бутылки, конечно, должны быть стерилизованные. Чтобы хорошо и чисто все заливалось, используйте металлическую воронку. Еще хочу рассказать насчет сахара, добавления сахара в тыквенный сок. Смотрите, тыквенный сок не должен быть сладким, как, например, ягодные или фруктовые соки. Это все-таки сок овощной, поэтому будьте аккуратны с сахаром. Иногда, знаете, даже бывает настолько сладкая тыква, что сахар я не добавляю вообще. Потому что сладость апельсинов, сладость яблочного сока, это иногда достаточно. Сахар можно не добавлять. В этот раз я немножко добавила, потому что неаполитанский мускат, он не очень сладкий сорт, я заливаю прям по самое горлышко. Крышки я сразу не затягиваю на бутылках, даю немножко отстояться, чтобы сок немножко опустился, потому что потом бутылки получаются неполные. Пока я буду эти заливать, он осядет, я долью, если будет не хватать, и тогда затяну крышками. Для тыквенного сока лучше использовать тару небольшого объема, это, например, литр, самый большой объем. А лучше всего пол-литровые бутылки, это очень удобно. Сразу открыл, выпил и все. Сок не стоит в холодильнике неделями. Так же и с апельсинами. У меня ушло два крупных апельсина на 5 литров, но может уйти и больше, потому что апельсины бывают толстокорые, не сочные. Смотрите сами, общий объем сока апельсинового должно у вас получиться примерно около 400 грамм. И так же с лимоном. Пробуйте, обязательно пробуйте. Основу рецепта я вам дам, оставлю под видео. А для идеального своего вкуса вы уже сами добавляйте. Чего-то больше, чего-то меньше. Тыквенный сок я храню в подвале. Прекрасно хранится. Его также можно использовать свежеприготовленным. Вот сейчас просто охладите его, и можно пить. Получается вкусно за счет апельсина, за счет лимона и определенных сортов тыквы, которые практически не имеют запаха тыквенного. Сок получается очень вкусным. Вот о чем я говорила. Буквально минута, видите, сок осел слегка, поэтому я добавляю еще, чтобы было по самое горлышко. Пустот не оставляйте в бутылках. И теперь уже можно завинчивать крышками. С 5 литров у меня получилось 4 бутылки. Здесь еще остаток. Посмотрите, какая красота. Что самое главное, это очень вкусно. Простой рецепт. Обязательно попробуйте, не пожалеете. Прекрасно хранится и в подвале, и в квартирных условиях. Главное соблюдать и стерильность. Основу рецепта я напишу под видео. А там уже будете подбирать на свой вкус. Чего-то больше, чего-то меньше. Следующее видео на канале будет. Это яблочно-тыквенное пюре для детей. Обязательно подписывайтесь на канал. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok